Вскоре после окончания битвы на Курской дуге конструкторы Горьковского автозавода предложили разработать новую самоходную артиллерийскую установку. Для обеспечения высоких характеристик скорости и манёвренности предлагалось построить новую САУ не на гусеничном, а на колёсном шасси. Предложенная концепция заинтересовала военных, в результате чего Главное бронетанковое управление Красной Армии разрешили начать разработку проекта. Здравствуйте, друзья! Вы на канале Time to Upgrade и сегодня мы представим вам самую необычную советскую самоходку КСП-76. Работы по новому проекту, получившему обозначение изделия 68СУ, стартовали в октябре 1943. Немного позже проект сменил название на ГАЗ-68. Уже в декабре 1943 года на Горьковском автозаводе собрали деревянный макет перспективной САУ на колёсном шасси. После выполнения некоторых доработок, предложенных главным бронетанковым управлением, проект был утверждён. Разрешение на строительство опытной машины ГАЗ-68 было получено 7 февраля 1944 года. Примечательно, что к этому времени в документах появилось ещё одно обозначение самоходки – КСП-76, колёсная самоходная пушка с орудием калибра 76 мм. В качестве основы для КСП-76 было выбрано полноприводное шасси грузовика ГАЗ-63, созданного ещё до войны, но так и не запущенного в серийное производство. Поскольку основой для КСП-76 был выбран грузовой автомобиль, конструкторам пришлось разработать оригинальный бронекорпус, предназначенный для защиты экипажа и агрегатов машины от пуль и осколков снарядов. Корпус представлял собой конструкцию сложной формы, сваренную из панели брони различной толщины. Лобовой лист изначально имел толщину 10 мм, позже этот параметр увеличился до 16 мм. Борта и днище имели толщину 7 и 4 мм соответственно, а моторное отделение сверху закрывалось 5-мм листом. В передней части корпуса между колёсными арками была предусмотрена ровная площадка для монтажа пушки. За этой площадкой располагался наклонный лобовой лист корпуса, за которым находилось боевое отделение. Последнее не имело крыши, кормовая часть корпуса имела характерную скошенную форму. За счёт применения нескольких интересных компоновочных решений, корпус САУ КСП-76 имел приемлемый уровень защиты, но его вес при этом не превышал 1140 кг. Пушка ЗИС-3 калибра 76 мм располагалась в передней части машины на станке, позволявшем наводить её в двух плоскостях. Оригинальное размещение пушки между колёсными арками, значительно поднимающимися над уровнем площадки, было предложено для уменьшения высоты всей боевой машины с целью увеличения живучести и устойчивости при движении. Станок орудия позволял наводить его в горизонтальной плоскости в пределах сектора шириной 37 градусов. Допустимые углы вертикальной наводки – от минус 3 градусов до плюс 15. Моторно-трансмиссионное отделение располагалось в кормовой части корпуса. Основой силовой установки самоходки КСП-76 был карбюраторный бензиновый двигатель ГАЗ-202 мощностью 85 л.с. С двигателем была сопряжена пятискоростная механическая коробка передач. Прототип САО ГАЗ-68-КСП-76, построенный весной 1944 года, наглядно продемонстрировал преимущества применённых компоновочных решений. При общей длине вместе с пушкой 6,35 м и ширине 2,05 м самоходка имела высоту всего 1,5 м. Таким образом, КСП-76 при схожей огневой мощи была на 70 см ниже самоходки СУ-76, что должно было соответствующим образом сказаться на её живучести в боевых условиях, однако в некоторой мере ограничивало боевые возможности. Боевая масса машины составляла 5430 кг. В конце весны 1944 года стартовали заводские испытания новой самоходки. На шоссе боевая машина разгонялась до 77 км в час. Запас хода по шоссе – 580 км. Благодаря использованию колёсного шасси КСП-76 имела ряд преимуществ перед гусеничной СУ-76, разрабатывавшейся в то же время. Колёсная боевая машина была быстрее на шоссе, тише и ниже. Тем не менее, гусеничные самоходки имели лучшие характеристики при передвижении по пересечённой местности. Главным же плюсом колёсной пушки стала крайне низкая себестоимость. По этому крайне важному параметру ГАЗ-68 значительно превосходил даже недорогую и простую в производстве СУ-76. Были, конечно, у КСП и свои минусы. Машина плохо справлялась со штурмом траншеи и была не слишком устойчива при ведении огня. Но массовость и цена перевешивали все недостатки. Однако в серию КСП-76 всё же не пошла. Одни источники утверждают, что причина в недостаточной проходимости колёсной пушки. Но, скорее всего, в конце 1944 года, когда Красная Армия уже вышла к границам СССР и готовилась к решающему рывку на Запад, времени на массовый выпуск перспективной самоходки уже не оставалось. В итоге КСП-76 так и осталась в единственном экземпляре, который сегодня можно живьём увидеть в танковом музее в Кубинге. Друзья, для нас очень важно знать, что вам нравится или наоборот не нравится наше видео, поэтому мы просим вас оставлять свои мысли в комментариях. А если вы хотите поддержать наш проект, тогда подписывайтесь на наш канал. На этом у нас всё. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца.